Особое мнение на 101FM Первая инициатива, которую мы начнем обсуждать Это предложение фракции «Справедливая Россия», которое ты, Павел, будешь депутатом представлять И касается обращения законодательного собрания в Государственную Думу и к премьер-министру Михаилу Мишустину О сохранении и продлении действия единого налога на вмененный доход Почему мы об этом говорим, почему это важно, почему проблема стоит так остро Потому что 1 января 2021 года действие налога заканчивается Я напомню, что он был введен в 1998 году И тогда он был таким бессрочным Потом уже в 10-х годах этого века решили, что нужно срок действия его ограничить И решили, что 1 января 2018 года срок действия закончится Но потом в 2016 году решили, что, ну, наверное, надо как-то продлевать И продлили сразу на 3 года до 1 января 2021 года Но тогда не было ни пандемии, ни кризиса, и продлили сразу на 3 года Сейчас есть и кризис, и пандемия, и перспектива о том, что этот налог будет продлен Она как-то туманна Я хочу вот об этом поговорить Как ты считаешь, ты сам предприниматель, ты много общаешься с предпринимателями Насколько вообще отмена ЕНВД скажется на бизнесе? Да, ну, начну, наверное, с того, что, во-первых, сама инициатива, которая нами внесена В законодательное собрание Кировской области Она в первую очередь идет от предпринимателей Кировской области Которые к нам обратились и обращаются до сих пор И просят помочь сохранить данный режим Это первое Второе, конечно, сейчас и позиция правительства В нынешнее время сложно собирать налоги Пополнение бюджета нужны Поэтому вроде бы как ЕНВД нужно отменять Так как при нем собираемость примерно в 3 раза меньше Чем, например, на альтернативных других системах налогообложения Она ниже в смысле собираемость, потому что его плохо собирают Или в смысле поступления от него ниже? Нет, ниже, видимо, да Сама ставка, потому что, как вот приводит пример При, в прошлом году, при 2,2 миллионов предпринимателей Которые работают на упрощенной системе Собрали, если я не ошибаюсь, 165 миллиардов Это по России Да, по России И также 2,2 миллиона предпринимателей Которые работают на системе ЕНВД Они заплатили 45 миллиардов Что разница ниже примерно в 3 раза Ну, опять же, подождите Это все понятно, что бюджет надо наполнять Ну, а как же быть предпринимателем? Ведь это основная масса Это магазины, бытовые услуги различные Это общественное питание Те, у кого залы до 150 квадратных метров работают Ну, то есть это любые предприниматели У которых площадь помещения, которое они занимают Меньше 150 квадратных Ну, и это, конечно же, не все виды деятельности Но это те виды деятельности, которые наиболее пострадали В период пандемии Которые многие не работали И для них, конечно, это огромный удар И, опять же, например, да Мы можем ничего не говорить правительству Так как такие вопросы решаются на федеральном уровне Но тогда они могут посчитать, что у нас все в порядке Нет никаких проблем Я считаю, что данное письмо и обращение Оно не только как единый, безальтернативный вариант Сохранить ИНВД Это как минимум выразить позицию, что в Кире есть такая проблема И подтолкнуть Москву, федеральный центр Быстрее искать какие-то выходы Либо сохранить ИНВД Возможно, вводить какие-то поправки в законы ИНВД Либо, например, расширять уже какие-то альтернативные системы Например, патентную систему Сейчас, конечно, уже вносятся предложения И вот вчера мы на комитете Когда обсуждали данное обращение Тоже там некоторые депутаты предлагали Пока не принимать в этой сессии данное обращение А переложить его на следующий месяц Там возможно доработать Возможно более короткий срок продления ИНВД предложить Ну, опять же, знаете, тут такая ситуация Часто бывает, что к малому бизнесу относятся так Но какие-то мелкие предприниматели Мы им там в декабре скажем, как будет И они так и будут жить Но ведь на самом деле Если мелкие предприниматели, например, занимаются бизнесом Такой пример, взял 100 тысяч кредит И у него там платеж, например, не знаю, 2 тысячи в месяц Это не означает, что у него нет каких-то обязательств Он ничего не планирует Есть же, например, крупный предприниматель взял миллиард кредит И у него там инвестировал какие-то более большие платежи Мелкому бизнесу также надо планировать Знать, что будет завтра, что будет через полгода Возможно, у него сейчас стоит накануне вопрос Закрывать ему бизнес или работать дальше И именно вопрос по ИНВД сейчас ключевой вопрос Вчера приведу пример Мне вчера написала женщина в соцсетях Я не помню, по-моему, она из Зуевки, Кировской области Она пишет, Павел, вот я занимаюсь бизнесом У меня небольшой продуктовый магазин Самая большая прибыль, чисто моя, была за последние 5 лет Это 30 тысяч рублей в месяц Сейчас в планах было закрыть магазин с января Так как от меня от ИНВД мне просто не выжить Плюс этот год был самый тяжелый Увидела в интернете, что вы сегодня на комитете Рассматривали данное обращение Поблагодарите от меня, пожалуйста, всех депутатов, кто поддержал Потому что для меня это надежда, что я, может быть, продолжу работу И сохраню своих сотрудников Он написал, что у него трое сотрудников Вы поймите, что малый бизнес – это тот человек, который Не важно, хоть киоск какой-то у него хлебный, маленький Но этот человек взял на себя ответственность Взял на работу сотрудников Отчисляет какие-то средства в бюджет Но в любом случае самое главное, что он берет на себя ответственность И занимается этим бизнесом Паш, давай все, что ты сказал, мы сейчас разберем по деталям Во-первых, я вижу у тебя там цифры, расчеты Мы давай посчитаем, насколько вообще увеличится для предпринимателей налоги Если ИНВД будет отменен, сколько они будут платить? Вот сколько они платили на ИНВД и сколько будет платить, например, на ОСН? Ну вот смотрите, я вчера просто примерно подставил цифры, чтобы какой-то пример привести Например, возьмем магазин продуктовых товаров 80 квадратных метров Выручка в месяц примерно 800 тысяч рублей, 7 работников Выручка – это нужно еще заплатить нам налоги на зарплаты, налоги, аренду и так далее Да, 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 ну это как бы валовая выручка То получается ИНВД в квартал они бы заплатили 42 226 рублей Если бы они работали на системе ОСН 6% упрощенка, то 72 тысячи рублей То есть практически в два раза Примерно в два раза Хорошо, если мы возьмем общественное питание, например, кафе, у которого зал 124 метра Выручка полтора миллиона рублей, это примерно 30 тысяч в день Это какая-то такая средняя небольшая столовая и, к примеру, там 7 работников То они ИНВД в квартал заплатят 20 138 рублей, а ОСН 170 320 рублей То есть уже практически в десятки, в десяток раз Ну при выручке полтора миллиона, минус там зарплатный фонд, аренда, коммунальное платеж Я думаю, что примерно чистый доход, в лучшем случае 80 тысяч рублей вот такой столовой Может быть 100 тысяч рублей, поэтому это уже сразу закрытие бизнеса Видите, тут проблема-то в том, что нельзя оценивать только возможную прибыль, которую мы получим От отмены ИНВД Надо и также учитывать возможные убытки, которые мы можем получить от закрытия бизнеса Они 100% будут Ведь, да, ИНВД принимали как временную систему налогообложения изначально Но ведь когда ее принимали и когда планировали отменить в 2021 году Никто не знал, что будет пандемия с коронавирусом И ведь сейчас сугубо предлагается продлить не потому, что там комфортно работать предпринимателям Это в первую очередь антикризисная временная мера Именно цель сегодня такая данного продления А есть срок, на который хотят продлить? Ну сейчас предлагается до 2025 года Опять же, моя точка зрения, что даже если продлят на год И в принципе об этом уже говорили, это уже огромный шаг вперед Потому что ведь сейчас самый сложный период И именно выхлоп будет, все последствия перейдут на следующий год Еще хочу такую цифру привести Епифанова Ольга Николаевна, коллега по нашей партии Заместитель председателя Государственной Думы Она отправляла 83 региона письма Чтобы узнать мнение регионов, глав регионов, законодательных собраний И вот получила от 45 глав регионов положительную поддержку И 46 загсобраний, включая Московскую область и Московскую городскую думу Поддерживают продление НВД Это подавляющее большинство То есть я считаю, что, конечно, на это надо опираться А по Кировской области там нет ответов? По Кировской области не могу сейчас сказать По крайней мере вчера на комитете все поддержали Было 12 за 2 воздержалось Но это очень хорошо, видимо Депутаты, ну невидимо Я уверен, что у нас депутаты все очень понимающие И которые понимают все последствия И переживают за предпринимателей Малый бизнес, конечно, они поддержали вчера И надеюсь, что сегодня на законодательном собрании Тоже будет справедливость И люди поддержат и прислушиваются к проблемам предпринимателей Ну а голос регионов, он здесь важен? Он будет услышан? Ну, я одно могу сказать Если ничего не делать, то он точно не будет услышан Просто можно почитать, что у нас все в порядке Раз никто ничего не заявляет Поэтому он нужен обязательно Как минимум проблему надо обозначать Ну, ты сказал, что 45 миллиардов правительство собирает налогов по ЕНВД с предпринимателей Правильно ли я понимаю, что они, отменив ЕНВД, надеются таким образом собрать больше? Ну, конечно То есть какой прогноз-то в этом, какой-то же они строят прогноз для себя? Ну, я такие цифры не могу сказать Но если вот они приводят пример примерно, что в три раза собираемость больше при упрощенной системе налоговложения То, наверное, в три раза примерно они планируют больше собрать средств Ну, я говорю, я вот еще такой пример приведу Вот там из своего личного опыта Приходишь к календодателям, например, договариваться по снижению аренды Вот открыли мы какой-то бизнес-проект И запланировали, что у нас будет там через год работает такая-то доходность Ну, у нас, например, через год доходности такой нету Мы приходим договариваться, и, конечно, первый вопрос там, Павел, ну, а покажи там свою статистику И это как бы правильно, особенно в карантин, когда вот я ходил со всеми договаривался Вот, я тоже могу понять, что арендодатель, собственник бизнеса У него тоже есть какие-то и кредитные, возможно, платежи, и другие расходы Вот, если я у него прошу снизить аренду, то я должен ему доказать, что у меня на самом деле не идет бизнес-план Я не зарабатываю средств, а не так, что, например, у меня заложен доход чисто, к примеру, 30 тысяч рублей И получаю аренду 200 тысяч рублей Я 300 и получаю, ну, подумал, дай-ка я ему буду на 100 платить меньше аренду, а сам заработаю 400 Ну, вот, это, конечно, неправильно А если я зарабатываю 50 тысяч рублей, к примеру, то, конечно, я обоснованно могу попросить снижение аренды Так вот, тут тоже та самая история Ведь предприниматели, которые заплатили 45 миллиардов, я не думал, что они заработали, к примеру, 165 миллиардов И разница между 45 просто у них как излишний доход остался Так они, возможно, 45 всего и заработали, если они с них попросить больше, они просто не смогут это платить То есть с них просто и взять нечего Да, конечно, у них же нет какого-то излишка Я вот, как бы, вот всегда к этой мысли-то прихожу Вот как женщина в районе, если она 30 тысяч зарабатывает на чистые прибыли, это самая лучшая у нее выручка А Кировская область, это ведь не такой богатый регион Малый бизнес, это кто? Это предприниматель, там, не знаю, открыл какую-то лавку Взял двоих-трех сотрудников на работу, им платят зарплату, там, к примеру, 18-20 тысяч рублей Сам также работает и сам зарабатывает, там, 25 тысяч рублей Это его и прибыль, как предприниматель, и зарплата Это вот что такое малый бизнес в наших реалиях, там, ну, в превенциальных регионах И они не смогут платить 40 тысяч аренду, налог, они просто закроются, ведь вопрос-то в этом Хорошо, если ЕНВД все-таки будет отменен, ты сказал, что один из вариантов решения, это, возможно, расширение патентной системы, да? Вот какое, на твой взгляд, оно может быть, и какие еще, может быть, есть варианты для выхода вот из этой ситуации? Ну, на самом деле, вариантов много, можно сохранить ЕНВД, ну, например, при нем ввести какие-то дополнительные ограничения, там, возможность немного увеличить ставку по ЕНВД Что касается патента, патент, на сегодняшний день, вот, насколько я знаю, Минэкономразвитие уже сейчас разрабатывают предложения по расширению патента Хотят они увеличить квадратные метры, там, если я не ошибаюсь, было до 50 квадратных метров бизнесы могли попадать под патент Сейчас предлагается расширить до 150 квадратных метров, расширить перечень предпринимательской деятельности Ну, примерно это уже будет тот же самый ЕНВД, просто будет подороже ставка Ну, это как бы, наверное... Ну, сколько она может быть дороже? Ну, я думаю, что, наверное, там, два раза, может быть, будет, ну, там, хотя бы... Ну, это критично для предпринимателей? Ну, это точно лучше, как бы, да Это лучше, чем вот прямо сейчас, если мы отменим ЕНВД и останемся на тех же условиях Нет, самый лучший вариант это продлить ЕНВД, потому что люди к нему привыкли, адаптировались Да, надо идти вперед, делать шаг вперед Ну, карантин, он ведь все изменил планы, все сбил Почему правительство свои планы корректирует, а предпринимателям не дает возможность скорректировать? Вот это тоже странно Но вся поддержка, какая была оказана, она просто может быть вся одним разом перечеркнута Вот, просто может получиться таким образом Ну, с предпринимателями ты общаешься, вот что они вообще говорят на эту тему? Ну, предприниматели все в шоке С какого у них, да, какое настроение? Да, они все в шоке, потому что это реально для многих закрытие бизнеса Я говорю, вот, я еще когда выступал в апреле на законодательном собрании, когда только карантин начинался Я, возможно, там эмоционально, что надо какие-то там меры Вы хотя бы что-то скажите, там, соберите, чтобы предприниматель мог понимать, что делать ему дальше Это ведь очень важно Он сейчас принимает решение, сохранить бизнес или нет Он должен понять, какая будет поддержка Там, предлагались кредиты, но их же надо отдавать, там, от срочки платежей по налогам Их все равно надо отдавать Предприниматель должен думать, что будет, да и что, смогу ли я их там в будущем заплатить Большинство предпринимателей приняли решение спасти бизнес Там, прошли сложнейший путь Там сейчас сходят концы с концами, но надеются, что в будущем, в следующем году начнет все восстанавливаться И раз, отменяется ИНВД Да, конечно, они ожидали, что он отменится Но, на самом деле, в период пандемии много где обсуждалось, что все же ИНВД будет продлен на год И, возможно, опять же, эта надежда была для кого-то стимулом сохранить бизнес и продолжить работать И сейчас здесь все перечеркнуть, но это тоже неправильно А мы можем спрогнозировать, сколько предпринимателей, вот еще из оставшихся, уйдет с рынка? Ну, мне сложно, конечно, об этом говорить и не хочется такими цифрами вообще апеллировать Ну, вот пример, например, на 1 января на учете в службе занятости в Кировской области стояло 6 тысяч человек Вчера мы на комитете эту цифру обсуждали, а на 1 сентября 2020 года уже 33 тысячи человек Это по городу или по области? Это по Кировской области, но это просто очень большая цифра Это больше, чем в 5 раз Конечно, и из них, если я вчера правильно понял, с 1 апреля 2020 года закрылось 675 предпринимателей Прекратили деятельность, но это тоже огромная цифра То есть этот рост, ты связываешь, коллеги твои связывают именно с закрытием малого бизнеса? Ну, конечно, да, конечно, бизнес не может выживать Ну, я говорю, если, например, кто-то 3-4 месяца был закрыт, ну, очень сложно выжить И там просто разбегутся все сотрудники, и потом очень сложно будет кого-то собрать И опять же, я еще раз говорю, что надо понимать, что весь этот малый бизнес, пускай он там платит меньше налогов, чем крупный бизнес Но эти люди, они сами себя занимают, они сами работают, создают что-то, оказывают услуги Все равно они создают какой-то экономический оборот, и это очень важно И если все люди, предприниматели начнут закрываться, опять же, эти люди пойдут в службу занятости вставать И мы такого получим, процент по безработице, такое количество людей, что я не знаю, что с этим будут Снова потом рабочих мест только не всегда Конечно, там, куда? И еще такой момент, ведь надо понимать, что вообще мир не стоит на месте И все процессы автоматизируются, и мы все равно идем к тому, что рабочая сила, она меньше становится нужна Ну, это надо признать, от этого никуда не деться Поэтому рано или поздно будет сокращаться и спрос на сотрудников, к сожалению А у нас люди освобождаются, бизнесы закрываются, которые могли бы как минимум продлить этот процесс И закрыть вот эту дыру, которая выпадает То есть у нас одна проблема наслаивается на другую, и все это в перспективе растет Про бюджет я хочу поговорить Я тут посмотрела, ЕНВД, он зачисляется в размере 100% В бюджет либо городского округа, либо муниципального района На примере города Кирова, это бюджет города Кирова В общем-то, и без того дотационный, как бы что скрывать Если ЕНВД у нас отменят За счет чего город, который недополучит вот эту вот налоговую базу За счет чего или кого все это будет добираться и компенсироваться? Ну, это вот еще же, конечно, очень важный вопрос Вчера мы об этом говорили, что, если, опять же, не ошибаясь, коллеги озвучили 10% городского бюджета составляет отчисление от ЕНВД То есть ЕНВД 10%? Да, ну, я могу, конечно, сейчас ошибаться Ну, вот была цифра 10%, это либо 10% занимает ЕНВД в общих налогах Возможно, не всего бюджета Но в любом случае это очень большой удар будет Как они будут наполнять, я сейчас не готов ответить Скорее всего, это будут, опять же, субсидии какие-то, дотации с областного бюджета Поэтому, не знаю, легче от этого точно не станет И, конечно, это неправильно Ну, вот ты уже сказал, да, про комитет Про то, что вчера проголосовали, поддержали коллеги Я так понимаю, что была некоторая неожиданность, да, для вас как инициаторов Потому что в чате «Вятский бизнес» я прочитала, что поступали к вам предложения Инициативу отозвать Причем, я сейчас процитирую Причина была озвучена, что для того, чтобы не расстраивать Мишустина И направлять ему что-то подобное Да, я так понимаю, что речь идет о фракции парламентского большинства От них эта инициатива исходила И, вообще, почему она возникла? И почему вы не согласились? Ну, тут... И действительно ли это так? То есть можем ли мы это подтвердить? Ну, не хотел бы там вдаваться в подробности Нет, на самом деле мы с коллегами обсуждали вопрос о том, что Кировская область очень сильно помогает сегодня федеральное правительство Так как выпадающий бюджет очень большие цифры И, конечно же, закрывает сегодня федеральный центр Но вот поэтому федеральному центру тоже нужно наполнять бюджет, как-то выживать И предлагать им какие-то вещи, такие как вот отмена, как сохранение НВД Это вроде бы им не давать возможность наполнить бюджет, а потом у них же просить помощи Ну, примерно логика была такая Возможно, в этом тоже отчасти что-то есть Ну, в любом случае, мы в первую очередь избраны населением Кировской области, предпринимателями И люди, которые обращаются к нам, мы должны в первую очередь слышать их и обозначать проблему И поэтому я говорю, что мы не кричим, что продрите НВД и все, как бы там, не топчем ногами Что никаких там альтернативных предложений нет Нет, мы данным обращением освучиваем, что есть проблема Что проблема очень острая, и надо срочно что-то с ней делать И решения нужны не завтра, а нужны сегодня Вот, поэтому у меня позиция именно такая Поэтому, естественно, ничего мы отзывать не стали Мы обсуждали даже не то, что отзыв, а отложить, например, на следующий месяц И посмотреть, что будет дальше там, может быть, как-то ситуация поменяется Уже какие-то будут предложены альтернативные пути выхода Но я еще раз говорю, что нужно решать сегодня, а не завтра Потому что завтра уже может быть поздно Ты знаешь, вот, подводя такую ремарку нашему разговору про НВД И вспоминая твой рассказ про предпринимательницу Визуевки Во многих населенных пунктах вот такие магазины, если они закроются Они ведь являются вообще, по сути своей, единственным местом Где люди могут приобрести, например, продукты питания и товары первой необходимости Учитывая нашу не очень хорошую транспортную обеспеченность Транспортную доступность О том, что где-то межмуниципальный транспорт не очень хорошо ходит Где-то людям на такси приходится добираться Люди вообще фактически могут остаться без возможности купить продукты питания Я не знаю, будешь ли ты сегодня этот аргумент приводить В качестве защиты вот этой вот позиции В качестве защиты вот этого обращения Но, на мой взгляд, конечно, обращение Речь о том, что это может как-то расстроить Михаила Мишустин Но мне кажется, этот аргумент точно здесь неуместен Да, если можно, я еще немножко продолжу тему Опять же говорю, так как у самой есть бизнес И в районе Кировской области, практически в каждом населенном пункте Торговые центры в многих районах Кировской области Муниципальное имущество берет кто-то в аренду Но вот цены там невысокие за аренду Ну, просто тут вся цепочка выстроилась Он заполняется предпринимателями Там кто-то торгует констоварами, одеждой Там у кого-то духи на разлив Там 10 предпринимателей его наполняют Аренды там уровень 2-3 тысячи рублей В Кире такая аренда бы там 20-30-40 тысяч рублей Вот эти люди сами работают Зарабатывают там 10-12-15 тысяч рублей в месяц То есть все минимальные цифры Но эти люди им просто некуда устроиться на работу Раз, вот поэтому они идут как бы сами Сам работают на себя, вот малый бизнес Платят минимальную ставку НВД Потому что им по-другому там не выжить И эти люди как-то себя обеспечивают Там занимают себя Все идет по цепочке Берется в аренду муниципальное имущество Потому что без них оно бы никому было не нужно И как эту цепочку можно все разорвать Это же, ну, я не знаю, это очень рискованно Я надеюсь, что законодатели наши это понимают Надеюсь, что сегодня они это поддержат, твою инициативу Это особое мнение депутата Заксобрания Павла Дорофеева Мы, раз уж мы сегодня упомянули пандемию и кризис Давай мы немножко поговорим о статистике по коронавирусу Вчера на заседании Кировской городской думы твой коллега Альберт Пикалюк Выразил недоверие цифрам статистики, которые подает оперштаб к коронавирусу Ну, действительно, надо сказать, что последние, если я не ошибаюсь, там недели три, наверное Цифры по заболевшим действительно колеблются там в диапазоне от 60 до 68 По-моему, один раз они только выходили за рамки этих цифр Как ты к этой статистике относишься? Доверяешь ли ты ей? И не видишь ли ты здесь некого лукавства со стороны статистов? Ну, сомнения, конечно, есть Потому что все же, возможно, цифры... Мне сложно говорить, как бы, да Я этот вопрос никак не проверял В любом случае, у меня другая оппозиция Вот недавно выступал доктор Мясников И он очень правильную мысль сказал А что вообще дают-то эти цифры? Зачем их показывать? Какую информацию они доносят конкретно до жителей От того, что заболело, зарегистрируют 67 случаев Ну, а при этом, может быть, 500 человек сидит дома, заболевших в этот же день Но ведь эти цифры ничего не дают Если я не ошибаюсь, Роспотребнадзор сказал, что примерно 20% россиян уже переболели Вот по тому, как выявлено антитела Ну, если это пересчитать на цифры Это примерно 1000 человек вот в маленьких регионах должны были в день заболевать Поэтому цифра там 60-70 человек, она тут никак не сопоставима И еще раз повторю, это цифры, которые, как я понимаю, были выявлены в этот день медицинскими учреждениями А сколько не выявлено? У меня много знакомых, кто переболел И они там в после уже узнали, у них показали антитела Или у кого-то выявился, они никуда там не обращались Там в частной клинике сдали и дома отсиделись Поэтому я не знаю, что дают эти цифры То, что заболеваемость растет, но это тоже, наверное, так и должно быть Потому что люди ездили в отпуска Там более-менее все ожило И стало работать, функционировать Поэтому, ну, говорю, мне сложно судить Но я эти цифры уже, в принципе, да и интересно пропал Если в марте, в апреле месяце вы зайдете на любой новостной ресурс Там из 20 новостей 19 было про коронавирус Сейчас просто это уже никому не интересно стало Всем это надоело и все стали жить обычной жизнью Поэтому сейчас и новостей-то про это практически нет Второй вопрос, что справляется ли медицина И какие у нее планы Это, конечно, важный вопрос Важный вопрос, почему лекарство, которое выпустили от коронавируса Стоит 12-300 Ну, я не понимаю Получается, пенсионер, вот у меня у мамы пенсия 8 тысяч рублей Получается, она бы себе не могла, что ли, позволить купить такую лекарство Ну, это тоже неправильно Ну, это лекарство, а вакцина-то будет бесплатно Ну, вакцина, может быть, да Но то лекарство, которое вышло в оборот, я не знаю Вот больше надо, конечно, об этом думать Но вот, справляется ли медицина Ну, мне кажется, в Кировской области у нас, ну, как мне кажется, хорошая медицина Да, наверное, сбой есть, потому что такого никогда не было Больше надо в этом направлении смотреть Ну, и, конечно, будет ли закрываться бизнес Очень важный вопрос Я так понимаю, что... Давай мы прервемся на перерыв И продолжим как раз про пандемию и бизнес Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию, продолжаем особое мнение Наш гость сегодня, депутат законодательного собрания Павел Дорофеев Мы продолжаем обсуждать пандемию и бизнес, и кризис Вот я хочу тебя, Павел, спросить Как ты считаешь, будет ли у нас встраивано коронавирус? И как в этой ситуации соблюсти баланс интересов бизнеса, да, чтобы и бизнес последний там не закрыть, не убить, и при этом людей обезопасить? То есть есть ли вообще такие варианты, и если есть, то какие? Ну, смотрите, однозначно здесь, наверное, никто сказать не может, ответить на этот вопрос И вообще, там, вторая волна Мое мнение, что еще первая волна не закончилась в Кировской области Поэтому говорить о второй волне тоже, наверное, будет странно Я считаю, что, опять же, моя точка зрения, что наверняка в правительстве еще в апреле или там в марте 2020 года разработали какой-то сценарий Там, институт вирусологии, наверное, какой-нибудь Как все это будет происходить в России И от этого сценария, наверное, все придерживаются и различные программы поддержки бизнеса Ведь нельзя каждый день, каждый месяц что-то там придумать новое, вводить какие-то программы И, мне кажется... Ну, по твоим прогнозам будет вообще вот это вот ограничение, ужесточение? Я думаю, что оно по плану, наверное, должно было быть Было быть Было быть, да Но учитывая, какая ситуация экономическая, возможно, решили этого не делать Я думаю, если что-то будет совсем критическое, то, может быть, это придется ввести ограничение Потому что я вижу, что вот некоторые европейские страны, там, Франция, Финляндия, вот уже Канада, кстати, подключилась Они ужесточают, Великобритания на полгода ужесточает Вот они уже прям жестко вводят, Великобритания даже на полгода, по-моему Нет, я считаю, что правильно, наверное, делать таким образом Во-первых, ввести строгие меры по профилактике, чтобы люди носили в маске И за этим, наверное, более строго следить И второе, это закрывать те предприятия, которые заболели Например, если это какая-то сеть банков, то зачем закрывать всю сеть банков? Если, например, в одном каком-то банке заболел сотрудник, то, наверное, правильно закрыть это отделение Как только сотрудники выздоровеют, там, пройдет какой-то период, и потом можно обратно открыть Я думаю, сейчас примерно по этому пути идут, потому что видим, что многие предприятия закрываются Какие-то именно там фериалы, подразделения, когда заболевают сотрудники, и потом продолжают работать А весь бизнес изолировать, ну, я не знаю, как экономика будет выживать Я думаю, такого не произойдет То есть как-то точечно воздействовать Но ты сказал, что как-то строже подходить к вопросу ношения масок Но вот опять про цифры Если, например, у нас цифры 60-60-8, то понятно, что люди расслабились Если заболеваемость невысока, зачем носить маски? Вот может быть, если эти цифры как-то занижаются, если выводить более реальные Может быть, и люди бы стали ответственнее относиться? Мне сложно ответить на этот вопрос Помогут ли цифры, если там будут, например, 500 человек в день показывать Наверное, возможно, какие-то надо административные вводить штрафы Вот я вообще не за штрафы, конечно, да Но это, возможно, будет как-то дисциплинировать людей Ну, не знаю, этот вопрос надо, конечно, думать, обсуждать И так мне сложно ответить Давай мы тогда поговорим про еще одну твою инициативу Которую сегодня ты в ЗАГС-собрании будешь представлять Это запрет продажи зажигалок несовершеннолетних Значит, суть законопроекта, как я понимаю Это пресечь распространение еще одного типа токсикомания Это снифинга Когда дети или подростки вдыхают вот этот вот газ Который содержится в зажигалках Понятно, что все это не очень безопасно Да, и есть случаи, когда все это приводило к смертельным исходам Вот есть ли такая статистика посмертности в России? Какова она и есть ли по Кировской области? Ну, смотрите, по поводу России, вот по данным Главного управления Средственного комитета России Из-за снифинга в 2016 по 2018 год в стране погиб 361 ребенок Причем число погибших росло В 2016 году было 65 смертей В 2017 142 и в 2018 154 В Кировской области, вот я как раз попросил Минздраве информацию Надеюсь, что сегодня до ЗАГС собрания она будет представлена Ну, вчера выступал представитель полиции на комитете По-моему, он озвучил цифру в 2016 году, 4 человека было Вот если опять же сейчас не ошибаюсь В 2016-м, то есть освежения нет пока Да, это был Слободской район и Уржомский район Ну, тут ведь речь идет о том, что зачем ждать Как бы надо работать на опережение И надо вводить уже сейчас данные ограничения И вот там тоже вчера на комитете обсуждали Во-первых, уже приняло очень много регионов данные законопроекты И причем в некоторых регионах прокуратура вносила инициативу Уполномоченные по правам детей поддерживают Вот Шабардин Владимир Валерьевич, Кировской области тоже поддерживают Но он написал в рекомендации еще расширить перечень Не только баллоны газосодержащие А также это и лакокрасочные баллоны Ну, тем, с чем люди, подростки могут, к сожалению Там заниматься тактикоманией с помощью данных срез Вот на комитете обсуждалось, что вроде бы законопроект Надо более полный внести, более расширенный И сразу же внести, какое будет административное наказание Продавцам, которые будут продавать несовершеннолетним Ну, я считаю, что в любом случае данный законопроект, он необходим Принимать его надо, возможно, в первом чтении И ко второму чтению расширять данный список На комитете в итоге какое было решение принято? На комитете не прошел данный законопроект Именно вот с тем, что нужно его более расширить Сегодня на ЗАГС собрания попытаюсь убедить депутатов Что никаких нет проблем ко второму чтению Внести поправки и расширить данный законопроект Зачем его откладывать? Вот хочу сказать, что Московская область, Рязанская, Ростовская Магаданская, Республика Тува, Янау, Приморский край, Камчатский край, Республика, Башкортостан Уже приняли данный законопроект Именно в той редакции, в которой внесли мы Поэтому проблема есть И общественная организация «Трезвая Россия» готовила большой доклад Я там почитал, что с 2013 года данная проблема существует, она постоянно растет И они считают, что основной причиной это вот Газ легко доступен для ребенка, его можно купить практически в любом магазине А на самих баллонах даже написано, что использовать детям запрещено Но у ребенка в принципе нет никаких потребностей использовать данные баллоны Тот и считает, что мы в чем-то ограничиваем, например, подростков А зачем им газовые баллончики, зажигалки? Как игрушка это не подходит Баловаться ей нельзя, это серьезные вещи Поэтому я считаю, законопроект очень уместен Вот еще тоже такую выдержку хочу зачитать Даже однократное вдыхание от токсичного газа может привести к смерти от удушия Паралича от дыхательного центра в мозге Ну, не буду дальше зачитывать Очень-очень много там, что может произойти Но это очень страшно на самом деле Поэтому данный законопроект надо принимать Ну, а ты считаешь, что вот запретительными мерами вообще можно чего-то добиться? Потому что мы все время говорим, вот там у нас все запрещают Но запрещают, как бы это, как правило, ни к чему не приводит Ну, не, я бы мог пофантазировать на самом деле Что, конечно, надо создавать условия для заслуга, для занятия спортом Чтобы детям просто не надо было этим заниматься, не было интереса Но мы живем сегодня и сейчас, и в тех реалиях, в которых мы живем И из них, как говорится, что если есть спрос, рождаются предложения То же самое Если сегодня нет условий каких-то для досуга Ну, они есть, но, может, не в той мере То, значит, надо решать пока такими методами А контролировать, кто будет исполнением? Ну, в рамках, как и сейчас Ну, то есть, вот, условно, я иду по улице Вот этот запрет уступил силу Я иду по улице, вижу, что подростки купили зажигалку То есть я что, должна позвонить в полицию Сказать, что да, вот такие ребята купили Это то же самое, что алкоголь, который продает подросткам Там также бдительный какой-то гражданин может обратиться в полицию Поэтому У нас 4 минуты остается до конца Давай мы обсудим еще инициативу твоего коллеги Владимира Костина Она касается введения штрафов и введения ряда составов правонарушения в сфере благоустройства И вот одно из них Это штраф для владельцев транспортных средств Которые размещаются на территориях детских спортивных площадок На площадках для выгула собак На газонах и на других озелененных территориях Штраф для гражданина будет до 5000 рублей А мы знаем, что у нас на газонах любят парковаться Ну там, чего греха таить Вот, но вопрос, как бы, люди ведь паркуются не потому, что они так хотят А потому, что им встать негде Вот кто это, вот что нам с этим делать? Понятно, ну опять же, вернемся к тому же, там, если шаг назад Что мы живем в реалиях, как бы, да Проблемы с парковками большие, там много строятся домов И строили дома раньше, когда там не было столько автомобилей Вот, эта проблема существует Ну, все же, когда стоят машины, там, на детских площадках И это же просто даже опасно для детей Там очень много сейчас стали избивать детей во дворе Нет, это понятно, что это не дело, но что делать? Где взять парковки? Есть подснежники, которые стоят Ну, это все понятно, надо этот вопрос дальше уже решать Ну, как Владимир Костин считает, что это в первую очередь, опять же, профилактические меры Вот, для того, чтобы водители в любом случае искали какой-то альтернативный вариант Потому что, там, на сегодня, может, водитель даже и не поищет какой-то другой вариант, куда поставить машину И в первую очередь, все же, они считают, что это проблема подснежников, которые совсем бросают машины, там, на год, на два А не только те, которые на ночь припарковались Тот, кто припарковался на ночь, там, возможно, его никто не заметит И никаких штрафных станций к нему не будет применено Понятно, на этом я предлагаю завершить особое мнение Его гостем сегодня был депутат законодательного собрания Павел Дорофеев Спасибо, всего доброго Спасибо большое, всего доброго Особое мнение на 101FM